привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и один из наших подписчиков на днях задал мне такой вопрос вот представьте себе говорит он что вы держите в руках камень и подбрасываете этот камень абсолютно вертикально вверх на высоту в 20 километров ну мне камень так конечно не бросить и вообще в этой задаче еще надо представить что воздуха нет бросок происходит безвоздушном пространстве ну или это такая пушка которая стреляет на 20 километров вверх абсолютно вертикально направленная и спрашивается а куда упадет этот камень ну и эта задача конечно имеет очень давнюю историю ведь когда-то именно вот с этим примером с подбрасываем камнем аргументировали против учения коперника и галилея о том что земля вращается говорили ну вот вы подбрасываете камень а за это время он летит даже секунду а за это время земля провернется на несколько сотен метров ну что же он в нескольких сотнях метрах западу упадет что ли нет он падает сюда ну на что галилей возразил приведя знаменитый пример с кораблем ну или у нас это будет например пример с поездом вы едете в вагоне поезда и камень едет вместе с вами он уже разогнался до той же скорости что и поезд относительно земли вы его подбрасываете и ловить а с точки зрения наблюдателя стоящего на земле камень совершил такой полет по параболе но если вдуматься все в этой задаче может оказаться еще более тонким не зря здесь говорится о броске на 20 километров вверх и хотя 20 километров это расстояние небольшое по сравнению с размерами земли но тем не менее вращение земли вносит в эту задачу свои тонкие коррективы и рассмотрением этих корректив мы сейчас займемся и тут у нас имеется два подхода в первом подходе я буду смотреть на землю из той системы отчета где земля вращается считая эту систему инерциальной и пренебрегая обращением земли по орбите вокруг солнца солнце вокруг центра галактики и так далее авто во втором подходе я буду смотреть на движение камня из системы отчета земли которая будет в этот раз считаться существенно не инерциальной так что в ней появится сила инерции в частности сила кориолиса которая играет важную роль рассмотрение этой задачи и еще одно замечание понятно что если мы будем подбрасывать камень на полюсе он упадет туда же откуда мы его бросили заморачиваться рассмотрением движения камня в средних широтах я не буду а сразу же рассмотрю случай когда бросок совершается на экваторе ну и вот значит мы смотрим на землю северного полюса она вращается запада на восток ну и у бросаемого камня имеются исходное движение вместе с землей и движение перпендикулярной поверхности земли эти два движения складываются так что бросок получается вот таким несколько наклонным ну если бы это был бросок небольшой мы бы вот тут кусочек рассматривали и говорили камень летит по параболе но когда а я здесь уже так это как бы нарисовал такое движение сравнимая траекторию по размерам с размерами земли чтобы хорошо было видно когда мы бросили камень в действительности это движение по эллипсу ну вот его на так продолжить здесь под землей по такому эллипсу в одном из покусов которого находится центр масс земли вот камень здесь полетел ну и дальше я скажу следующее если бросок был выполнен достаточно высоко то камень на этой орбите здесь замедляется и в общем то полет камня может продолжаться достаточно долгое время по сравнению с характерными временами обращения земли так что эта точка уйдет уже куда-то дальше а камень только вернется но и в этом смысле камень отстанет куда на запад на какое-то расстояние чем выше его мы кидаем тем больше он будет отставать а если мы уж враганем так что куда-то там аж до орбиты луны моего закинем то земля за это время успеет вообще несколько оборотов совершить пока камень вернется теперь рассуждение в ней инерциальной системе отчета где земля покоится здесь у нас появляется кориалисовое ускорение которое есть минус двойное векторное произведение угловой скорости вращения земли на скорость камня значит у нас земля вращается так угловая скорость направлена из доски омега в значит векторное произведение направлено сюда там знак минус значит когда камень взлетает кориалисовое ускорение направлено сюда на запад и вот камень взлетает под значит действием кориалисовой силы его траектория изгибается но незначительно он достигает верхней точки и потом падает назад падает отставая на некоторое расстояние на запад камень не упадет в ту же точку из которой он брошен а теперь мы посчитаем на какое расстояние отклонится брошенный таким образом камень напоминаю что бросок происходит на экваторе на высоту 20 километров то есть 2 на 10 в четвертый метр ну поехали с какой скоростью нужно бросить камень вверх чтобы он добрался до этой высоты ну 20 километров же изменяется незначительно будем считать что же постоянно это корень из 2 же аж получаем 630 метров в секунду такой очень даже приличный бросок или какое время камень будет проводить в полете но за каждую секунду скорость вертикальная уменьшается на же на 10 метров в секунду значит 63 секунду он летит вверх и 63 секунды падает вниз 2 в нулевое делить на же это сто двадцать шесть секунд значит про бросок мы все знаем что нам нужно теперь про вращение земли нам нужна угловая скорость вращения это нам надо 2 пи поделить на период обращения чего там восемьдесят четыре тысячи секунд делим получаем семь с половиной на 10 минус пятой секунды в минус первой степени ну и мы добрались до кориалисового ускорения ускорение когда камень имеет максимальную скорость в начале броска значит у нас два омега на в нулевое минус я здесь не пишу нас интересует численное значение перемножаем получаем ноль целых ноль девяносто четыре метра в секунду за секунду ну это в сто раз меньше чем же ну и мы сразу ответ можем сказать вообще говоря ускорение в сто раз меньше чем же ну наверное характерное смещение будет в сто раз меньше чем высота броска высота броска 20 километров значит метров на 200 отклонится но мы теперь аккуратно все посчитаем значит для этого нам нужно сказать но как зависит скорость подъема камня вверх я игреков буду говорить про это направление от времени ну значит очень просто вначале она была в нулевое а потом она линейного бывает и потом она достигает нулевого значения потом растет на становится отрицательной здесь у нас стоит минус единица минус 2t делить на ты со звездочкой где ты со звездочкой время броска ну правда когда ты равняется ты со звездочкой здесь будет минус единица а когда ты этот и со звездочкой пополам вот эта штучка превратится в единицу как раз будет нулевая скорость теперь кориолисово ускорение ну на самом деле меня интересует его горизонтальная компонента там наверху будет маленькая еще вертикальная компонента это все пренебрежимо мало значит я его как а x обозначаю ну она пропорционально скорости ну стало бы здесь вместо в нулевое будет а нулевое дальше тоже скобочка а дальше пошло интегрирование значит мы ускорение знаем как от времени зависит как от времени зависит горизонтальная компонента скорости в x от и теперь да вот эта игрековая было но надо проинтегрировать им получим а нулевое идиницко превратится в т а здесь у нас будет интеграл от это т квадрат пополам значит будет минус ты в квадрате делить на ты со звездочкой значит чтобы найти смещение то есть x от т надо еще раз скорость проинтегрировать получаем а нулевое ты превращается в т в квадрате пополам минус а здесь интеграл будет ты в кубе на 3 значит минус ты в кубе делить на 3 т со звездочкой но мы почти добрались до конца потому что вообще говоря нас интересует какое будет конечное смещение то есть x от т со звездочкой здесь будет т со звездочкой в клубе или на т со звездочкой но в общем получается а нулевое т со звездочкой в квадрате 1 2 минус 1 3 это 1 6 а нулевое т со звездочкой в квадрате делить на 6 но мы подставляем сюда нулевое и подставляем ты со звездочкой все это вычисляем и получаем ответ двести пятьдесят метров ну и между прочим наша оценка которая сделал про 200 метров вот здесь она оказалась недалека от расчетной величины таким образом камень отклонится при броске на западный при броске на экваторе отклонится на запад на двести пятьдесят метров и это ответ задачи ну а теперь настало время нашего заключительного вопроса и в этот раз он будет таким представьте себе что я подбрасываю камень все на те же 20 километров безвоздушном пространстве но в этот раз бросок будет таким что в самой верхней точке полета камень оказывается в точности над моей головой и спрашивается а куда он упадет в этом случае ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе и и